Лего Ледяной Танк И вот эта серия Тимка, покажи ребятам Ниндзяга Мурия У меня уже есть по нему Комикс Каталог Тут вот Самолет Молния Джея Самолет Молния Джея Механический дракон Зеленого ниндзя Огненный робот Кайл Обидывает Кобедит Гармадона и Сэнсэя Пу, храм последнего великого оружия, и так, ограбление, в общем, я не буду говорить. Ограбление киосков Ниндзяга-Сити. Да. Водяной робот. Так. Водяной робот. Водяной робот. Морской дьявол. Морской дьявол. И уроки мастерства кружицу. И летающий корабль Сэнсэя. Сэнсэя в мастерову, да. Я его очень жду. Так, ну а дальше там что? Дальше старый сенг. Дальше старый сенг. То есть, ребят, обратили внимание, что вот этого ледяного танка... Таначка. Его нет? Его нет? Потому что это... Эксклюзивный набор. Он продается только в фирменных магазинах Лего. Так, я вскрыл коробку. И тут я вскрыл ее и вижу первый пакет, второй пакет, шестой пакет. Такую вот гусеницу. Нет. Два колеса. Пятый пакет. Еще вижу две такие вот части крутые. и... и какой-то коколовой. А чем у него коколовой? Одно, особенно. Ну, оно куда-то должно идти. Итак. Эксклюзия. Третий пакет. Какой-то голубой. Пятый пакет. И вот у меня... Педьмой пакет. О-оу. Семь пакетов. Это точно сложно собрать будет. Я тут уже открою инструкцию. Я уже буду посетить. Тут вот есть такие наклейки. И такая вот инструкция. И... Сначала собираются вот эта часть. Потом это. Потом вот это. Потом вот это. Потом вот это. Потом вот это. Потом это. И на первой части собирается у нас взаимок. И теперь я начинаю собирать. Я тут уже собрал такую вот передачу. То есть тут вот буду стоять сбоку гусеницы. Тут вот так вот стоять буду сбоку гусеницы. Машина поедет. Тут вот будет большая труба. И это колесо будет вращать вот шестеренку. Вот эту. Эта шестеренка будет... Нет. Эта шестеренка будет... Нет. Колесо будет эту шестеренку вращать. Эта шестеренка. Эту. 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 И... Эта... Она будет крутить вот эту. А эта соединяется вместе с этой. И тогда труба будет крутиться. И на этой большой штучке будут закреплены еще большие пропеллеры. Сюда еще будут, она будет больше. И туда будут ставиться стекляшки и стекляшки будут крутиться вместе с машиной. Сейчас тут нужно закрыть машину, чтобы туда вставили детали. Дальше. И поставить вот эти. Я уже собрала такую большую машину, у нее есть переднее колесо, шестеренки внизу. И когда она едет, тут вот крутится вот это стекляшки, и тут будут лежать маленькие леденки, и леденки будут летать и опускаться. И теперь мы подеваем по сторонам. Сейчас я к ней приделаю вот эту вот часть и часть вот этой чуть-чуть. Итак, если она поедет, то тогда там будут греметь вот эти вот детальки. вот так. Теперь мы переводим четвертому багету, четвертый багет, и в нем стоят гусеницы. Огромные гусеницы и два огромных колеса, которые были в истребителе Зейна. здесь я только собрал гусеницы и такие вот большие колеса. Впрочем, багет был большим, но в нем почти что нечего было собирать. Я уже собрал такую вот пушку, если здесь крутить, тогда будут вылетать наряды, но их пока нету. И кабину для Зейна построил. Тут вот есть открывашка, куда садится Зейн. И внизу есть открывашка. То есть тут вот можно достать Зейна, и я еще к нему сбоку положил лук, чтобы ему не лежать где-нибудь. Еще, тут вот это может убраться, и тогда туда упадет кресло, и тогда тут можно будет прокатиться, как на горке. И тут вот, не знаю почему Зейна черная, а не белое сиденье, но они почему-то сделали черным. И теперь мы переходим к шестому пакету, потом идет седьмой, и машина готова. Я уже собрал такую вот часть танка, и теперь я собираю последний пакет седьмой, и в нем строится весь танк. Вот эта вот часть строится, эта и еще с флаги. И я открываю пакет. И мы начинаем спереди. Так. Спереди. Ну давай я хоть сначала его покажу ребятам, как бы целиком, да? Да. Он такой большой, спору нет. Но у кого он уже есть, тем повезло. Ну давай вот так вот я его покажу и скажу, что он, согласно инструкции, он длиной тридцать два сантиметра. Вот смотрите. Тридцать один сантиметр. Вот тут вот на коробке прямо написано, что длина этого ледяного танка от точки крайней до крайней составляет тридцать один сантиметр. Ну то есть это достаточно большой такой танк. Упс. Упс. Но это на моей стороне, на добренькой. Да ты что? И на злобленькой. И он прямо весь изо льда. А кто управляет их дом? Зейн. Да. И так, тут вот есть кабина для Зейна. У Зейна тут вот есть два таких рычажка и пульт управления. Угу. Две кнопочки. Так, подожди, давай я... И одна карта. Вот это у меня будет карта, которая будет включаться и там будет показываться. Так, я вижу карту. Я вижу две кнопки. Я вижу... Пульт управления. Да, пульт управления и сиденье, да? И карочка. Угу. Еще я кладу арбалет Зейна сюда. И Зейна самого сажусь сюда. То есть Зейн, он как бы не прижимается к каким-то кнопкам, ну там не на кубике сидит, а на плоском сиденье, да, у него? Потом это закрывается и займем в мощном танке. Угу. И так. Теперь мы переходим к пушке. Пушка такая вот большая. Угу. И в ней есть четыре снаряда. Или шесть. Ну шесть снарядов. Шесть, да. Тут вы крутите и пули стреляют. И все замораживают в кого пропадает. Угу. Замораживают, да? Как бульдон. Ужедневная пушка. Да, это замораживающаяся пушка. Угу. Да. И так. Теперь мы приходим... Подожди, подожди. Я просто хочу сказать, что вокруг она такими какими-то... Да. Это типа такой защитный щит, где кто его коснется, тот станет ледяным. Угу. Слушай, а они как-то поворачиваются, Тимур? Нет, нет, нет. Они просто закреплены прочно, да? Да. Но они могут так вот двигаться. Как? Ну вот эта может двигаться. Ага. И нижняя может двигаться. Ну то есть они вставляются... Но их можно не двигать. Ну понятно. Зачем мы двигаемся? Они бесполезные. Ну тут смотри, какие сложные детали. Тут такие вот... Какие-то переходники, получается, сделаны. Да, целые? Да. Слушай, так а пушка только с одной стороны? Да. С другой стороны-то пушки нет, ребят. Смотрите. Одна односторонняя пушка? Да. Угу. Понятно. Ладно. Так что он слабенький. Ну давай. Но своей мощью он не откладывает свою силу. Так. Давай дальше, поехали. Итак, теперь мы переходим к этому кресту. Этот крест может двигаться так. Ну, я думаю, квадрат скорее всего, чем крест. Угу. И тут вот есть такие вот большие закрывашки. Так. Которые закрывают большую трубу, в которой есть лёд. Который лёд... Если машина едет, то тогда там крутятся винты, которые делают лёд в сильные двигатели. Угу. И из задней части выходит огонь. Ты вам можешь это как-то показать или нет? Ну, огонь я вам не при... Ну, хотя бы. Как оно крутится? Смотрите. Видите вот эти вот стекляшечки внизу? Вот. Вот. Вот эти? Да. Ну, конечно, видим. Итак, смотрите. Полба такая какая. Мы поедем, и их там будет перебивать. Бам, бам, бам. Бам, бам... Давай, ещё раз крути. Этими винтами их на можно пить. Ууууу.... там такой миксер, который как бы крутится и перемешивает эти кубики льда и так, тут вот стоят флаги еще запасные такие флаги, ну просто флаги и огромные гусеницы тут вот есть еще такие вот большие детали которые закрывают большое колесо и есть еще рядом маленькие кресики, но они не крутятся ну крутятся, но не входят в набор такие траки, да? ну нет, не входят, но просто они не крутят машину ну да покажешь нам с другой стороны? ну я думаю, что... а просто на бок поставь его это... вот, смотрите ближе к кабине то есть, ребят, смотрите снизу находится колесо от колеса крутятся, так сказать, резинового колеса крутятся вот эти, не знаю диски ну давай, ставь на место, да и через него целая система приходит в движение итак, теперь мы переходим к человеку первый человек это Зейн он вообще первый человек давай я уберу набор да шаталок итак, первый человек это Зейн и у него есть два лица и сначала я начну с маски так, давай сначала маска как такая вот штучка давай сначала мы покажем ребятам его целиком поставь просто хотя бы покажу ребятам это Зейн это новые фигурки совершенно другие да да и уже Зейн знает, что он робот он знает, что робот у него здесь совершенно все другое итак, теперь мы переходим по маске маска такая у всех ниндзил будет в этом году такая маска которая крепится на двух частях то есть маска состоит из двух частей из верхней и из нижней я правильно тебя понимаю? да они просто надел еще и ниндзи готовы к бою слушай можно еще меч поставить то есть это принципиальное получается отличие от того, что мы видели раньше да, раньше маска была как бы одна целая а теперь она получается слитная да и так вернее наоборот раздельная вот такое лицо у Зейна такое слабное чуть-чуть слушай ну это вид сзади да у нас такой да угу а вот это лицо с другой стороны да это супер лицо слушай, ну это какие-то это крагули, да? ну какие-то да интересные лица я бы так сказал да итак в этом году у него лук угу а в прошлых разах у него был не лук не лук а меч вот такой Зейн он нарисован на коробке вот он точно такой же, как мы только что с вами смотрели угу да смотри у него тут иероглифы какие-то на теле-то, да, ведь нарисовано? да и еще я хочу показать заду Зейну давай сейчас подожди, еще вот этого Зейна бегущего покажу вот он такой вот вот с луком так вот бежит да тут вот есть еще такой, такой, такой такой ну давай мы с такой, посмотрим вот 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 такой, ребят, он со спины у него такая спина я правильно понимаю, что в этом сезоне у Зейна будет вот такой знак или он и раньше был, или как, объясни мне у Зейна раньше был другой ледяной знак а это какой-то уже смешной знак угу тоже что-то означает как Сенсееву ясно то есть вот такой вот знак у Сенсеевы такой вот он спереди тоже с иероглиф ну я тебе могу спросить как ты считаешь вот эти наборы вот эти фигурки вот этого года вот этот Зейн новый лучше Зейна старого или как? лучше лучше, да? да почему ты так думаешь? почему лучше? лучше, потому что он какой-то такой весь новенький весь такой вот чистенький весь без закладочек без всего это вообще плюс какого-то мини-министичный дизайн у него, да, УЗ? ну ладно и так теперь мы переходим к такому человечку давай и так как его зовут? и так давайте знакомиться давайте может сначала пробежимся по всем людям и так вот такие герои вот так вот они выглядят с той стороны плохиши с этой стороны добруши добруши смешно и так если я не ошибаюсь то эту тетеньку или девушку или женщину зовут пати-кейс 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 интересное имя второго человека Ну, не знаю, кто там. Дядьку. Да, может это родители Зейна или кто это? Нет. Просто такие. Просто люди. Да. Они ниндзя их защищают. Да. Его зовут Торбен. 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 Торбен, да. Торбен, да. Дальше ее Зейн. Зейн. Ну и давай тогда сразу посмотрим. Давай мы пока не будем читать. Хорошо. Обратите внимание, каким красивым шрифтом в этот раз написаны, так сказать, слова. Вот под подписи сделаны. Видишь, да, Тимка, обратил внимание? Да. Шрифт изменился в подписи. Да. Итак, я поставлю два человечка, чтобы рассказать их. Ну, давай сразу их посмотреть. Они, кстати, шли в двух пакетах. В одном пакете. В одном пакете, да. Итак, паки кейс и Торбен. У Торбена есть такая шляпа. Так. Она новая. И не идет ни в какой счет с обычными шляпами, которые выпускались в других годах. Это совсем-совсем-совсем другая шляпа. Она не похожа на то, что была раньше. Да, согласен. Так. Итак, эта шляпа еще пойдет в другие наборы, так что там можно будет еще о ней рассказать. И теперь мы идем к этому человечку. Итак, ее зовут Пати Кейс. Да. Вот у нее такое лицо какое-то испуганное. Да у всех испуганное лицо. Ну, мы можем показать ребятам, почему лицо испуганное? Да? По сюжету. Это из этой коробки. Ну, что? Вот она бежит. От этого ледяного танка забил. Слушай, Тимка. Ну, наверное, она с самого ледяного танка не может бежать? Наверное, она с таких нехороших ребят пытается скрыться? Или чего? Ну. Не танк же ее испугал. Танк же добрый. Ну, я же сказал, что она бежит от этого. А танк сбил вот этого. Угу. Понятно. Так что она не уверена, что этот упал, летит уже. Угу. И, кстати, он свое оружие, рыбку, уронил. Ясно. Ну, то есть они разбегаются. И Торбан, и Пати Кейс разбегаются. Вот этот, мне кажется, испугался танка. Ну, да. Он прямо перед танком пытается убежать. Да. Видите? Ну, ясно. То есть, понятно, что они... Тут какая-то шумиха на улице происходит. И, понятное дело, что они пытаются разбежаться в разные стороны. Да. Ну, наверное, действительно испугались. Итак, смотрим теперь на саму фигурку. Вот такое у нее кимоно. Кимоно. Ну, мне кажется, что это кимоно. Ты как думаешь? Кимоно. Ну, какая-то одежда. Угу. Ну, какая-то фермерская одежда. Так вот. Так. Вот такое у нее спереди. Давай поворачивай сзади. Вау! Угу. Ну, поставь, чтобы удобнее было показывать. Угу. Так. Ну, такая простая одежда. Лицо одно, да, Тимош? Да. И вот так. И теперь мы приходим... Подождите, подождите. Давай Торбан... Торбан посмотрим. Давай, Торбан это совсем... Вот, и как он стоит. Раз, как... Он бежит. Ага, бежит. Давайте, ребят, Торбана еще поразглежим. Торбан тоже. У него тоже кимоно. Такие вот ноги. Тоже бежит. Апчух. Ну, да. Ну, такие простенькие фигурки, да? Как-то без особых изысков. Да. И теперь мы переходим к пахим. Первый плохой. Это такой вот. И у него оружие рыба. С маленьким лычком. Давайте посмотрим на рыбу. Лычком. Рыба. Так, вот такая. Ну, вроде раньше такая рыба была оранжевая, если мне память не изменяет. Да, оранжевая, серая и бронзовая. Давай я назову, как их все-таки еще раз зовут. Итак, теперь смотрим двух злодеев. Которые идут тоже в один пакет. Да. Первого зовут Шарк Ами Таг. Шарк Ами Таг, да? Тами Таг. Ну, значит, Шарк это акула Ами Армия Таг. Нет, это не акула, это какой-то рыбаудильщик. Рыбаудильщик, да. Армия Акул. Кто-то такой Таг, не знаю, что это такое. А второго зовут Англер. Англер. Он тоже с рыбой в руках. Он в Англии родился. Англер, да, в Англии родился. Ну, наверное, мы когда кино, мультик, кино посмотрим, мы тогда и узнаем, что к чему и почему. Да, Дима? Кстати, этот Англер почувствовал, что в каждом наборе только сраженным оружием. Подожди, но это не Англер. Это же Шарк Ами Таг. А, Шарк Ами Таг. То есть какой в наборе? Ты именно этот, да, герой? Он в каждом наборе почти что. В каждом. Ну, видимо, какой-то популярный персонаж. Да, но он без брони почему-то. Ну, у него, видишь, какая щетина на лице. Он не брился, наверное, несколько дней. Ха-ха-ха. Да. То есть вот такой персонаж в каждом наборе. Ну, не знаю, что про него сказать. Пока... Он, мне кажется, выглядит слабеньким. Слабенький, да, такой? Да. Ну, явно по выражению лица он такой прожженный, пройдоха. Да, Викторика? У меня еще есть, я знаю, мини-фигурок. И там есть такой, такой, такой смешной. Там он просто, у него зуба нету одного. Хотя все зубы белые. Ясно? Ну, посмотрели. Этого человека с трудным названием, с трудным именем. Давай следующего. Англера. Этот Англер, у него есть броня, такая вот, которая, и мне кажется, эти монстры, они вышли из-под воды, но только это людям, которые громадом заставил быть таким, надеть такую одежду. И если вот тут вот закончится вообще кислород, у них, мне кажется, такая, у них, мне кажется, окошечко спереди. Да, тогда у них кислород закончится, и им станет плохо. И тогда придется снять маску или вообще броню всю скинуть. Ну, то есть, явно, что у него на голове какой-то, какая-то... Это рыба-удильщик. Голова рыба-удильщика. Ну, да, судя вот по этому, как бы, носу... Ну, я не знаю, что это за рыба. Судя по носу, это действительно рыба-удильщик, да, Тимош? Ну, это не нос, это фонарик. А, фонарик, точно, точно. Так у каждой рыбы-удильщик. То есть, когда ночь, он может включить этот фонарик, и идти так... Интересно. Слушайте, ну, такую голову я, честно говоря, вижу вообще первый раз. Что думаешь? Ну... Узнаем по фильму? Да. Эти гады... Что-то там явно замутили нехорошее. Да. Ну, а если ты ему... Ну, а если ты ему... Ну, а если ты ему голову снимешь, мы можем посмотреть тогда ему в глаза? Да, у него там уши какие-то слабенькие. Слабенькие уши. Так. Чисто. Я подниму сейчас, Тим. Нет. Так, ну, серьезное у дядьки лицо. Дядька. У дядьки такое серьезное лицо. Смотри, у него, между прочим, как будто бы костюм какой-то нарисован, как будто спидометр какой-то, или какой-то циферблат вот здесь, вот на этом месте. Видишь? Посмотри. Ну, там у него кислород, мне кажется. А, кислород, да? Да. Наверное. Ну, мне кажется, у них тут будет какая-то маска, но тут они не сделали ее. Ну, мне кажется, там маска, и если кислород там закончится, то тогда они задохнутся. Ну, все-таки кислорода ты точно прав, потому что, смотрите, у него сзади такой баллон с кислородом явно, видите, да? Или с газом. Или с газом каким-то, чтобы ему дышать, может, было под водой, наверное. Или, наоборот, на суше. Ну, че. А вдруг это не люди, а роботы такие? Тоже может быть. В инструкции сначала нет ничего интересного. Ну, как это нет ничего интересного? Ты собирал такой танк, и ничего интересного нет? Ну, я не верю. В инструкции нет. Давай, начнем с самого начала. В инструкции нет. Во-первых, я так понимаю, надо посмотреть на картинку, да? Ну. Она повторяет точности то, что мы видим. И самое главное здесь, Ниндзяга Муви, да? Да. И дальше собирается вот это? Первая, вторая, третья, четвертая. То есть сначала собираются вот такие колбы, да? Пятая, шестая, седьмая час. Семь пакетов, да? Да. В первом пакете строится шейн. Ну, тут можно перевистывать, да. Вот это, собственно говоря, механизм кручения и верчения. Тут как раз показан вот эти стеклянные колбы. Во втором пакете строятся два таких человечка. Угу. В третьем строятся такие человечки. И дальше уже пошли наборы, и дальше уже пошли пакеты без человечков. Ну, тут можно уже пролистать. Угу. Плаги крепятся. Показывают, что можно стрелять. И тут вот весь конец. И тут вот, тут вот есть картинка с ниндзя. Угу. То есть тут вот все ниндзя на заднем плане город, и еще на заднем гармодон, и еще на заднем горы. Ну, это то есть постеры этого сезона, я так понимаю. Ниндзя-гамуви, да, так и написано. И тут вот идут все наборы. Тут вот все ниндзя еще. Коу, Гармодон, Лоид, Ния, Кай, Зейн, Джейк, Ву. Угу. То есть смотрите, ребят, красиво как сделаны сами ниндзя. Да. Нарисованы, да, здесь? Тут вот причем все наборы, кроме ледяного танка. Да. Потому что еще раз говорю, ледяной танк это эксклюзивный набор, он в стандартный каталог лего не входит. Да? Да. Итак, тут вот собраны все наборы. Даже эти, с которыми можно устроить битву. Тут показывается игра. И тут вот стоит опять все ниндзя с мастер-гамбурой. Вот эти игра какая-то. Игра такая вот, такая вот. Детальки. И конец. И тут вот новый Лоид. Сначала Лоид был просто стареньким, таким настоящим. А тут он уже прыгнул и еще даже с мячом. И маска, обратите внимание, как Тимка сказал, делится на две части. Да. Ясно? Итак, теперь мы переходим к коробке. Угу. Я встану сюда. Конечно. Итак, тут вот бежит вот этот. И тут вот за ним стреляет, но ни в кого не попадается. Вот этот падает, но встает на ногу зачем-то. Тут вот этот взлетел от ледяного танка. Выронил оружие, этот бежит. И тут вот едет ледяный танк. И сзади него есть лед. Угу. Лед, который можно полежать вкусненький. Как мороженое. Да, как лед. Итак, тут вот Зейн выпрыгнул в свои машины. Тут вот он будет сражаться с этим. Этот почему-то как-то этот... Перехватил оружие. Да, и этот испугался что-то. Ну, ясно. И тут вот этот человек показывает, что можно стрелять. Так, давай я не так быстро покажу ребятам. Стрелять. Открывать крышку. Открывать крышку. Ездить. Ездить. И тут Зейн смотрит и кого-то выслеживает. Угу. Показывает рост. Угу. И все. Ну, давай еще сбоку взглянем, что у нас на коробке написано. То есть то, что мы видели, это вот эти герои. Герои номера Зеи. Да? А с другой стороны у нас есть что-нибудь еще интересное? Здесь ничего, да? Здесь тоже практически ничего нет. Ясно? Итак, набор 70616. Вот у него на картинке. Ребят, смотрите, какой нарисован ниндзя. Лот. Лот. И еще лего фильм. Ниндзя. Ниндзя. Ниндзяго муви. Да. На этом все. На этом все. Рассказ про ледяной танк закончен? Да. Я с вами приезжаю. Всем пока. Пока, ребят. Пока.